Всем привет, с вами Райлор и прекраснейшего вам настроения. Это очередная серия увлекательного приключения в игре Спор. Вот. Сейчас мы видим этап нашего развития существа, то есть у нас все идет нейтрально, и это прекрасно. Ну что ж, давайте встретимся с еще одним неизвестным видом, так, вы у нас, давайте обойду, потому что они не очень дружелюбные ко мне настроены. Да, кстати, вот такой вот интересный артефакт мы здесь встречаем. Нет, к сожалению, мои возможности полета пока слабы, чтобы на него забраться. И, 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 надеюсь, данные существа... О, вот он, вожак. Ну и давайте попробуем с вожаком с этим пообщаться как-нибудь. Мы видим, что у него есть лапы, значит, наверное, он может танцевать. Нет? Нет, он может только петь. Нам нужно, чтобы все было хорошо, нам нужно повторять, что называется, то, что он делает. И вот нашего существа нашел на него прозрение. Он понял, потому что существо понял, что оно стало более умным. И вот сила мозга, существо стало умнее и освоил новый навык. Теперь оно может создать стаю вместе веселее. Да, то есть теперь у меня есть стая в свободное место. Я могу эту стаю, что называется, привлечь кого-нибудь из своих сородичей. А также можно в стаю привлечь и кого-то другого. Но я тут вижу некоторые вещи. Во-первых, я вижу агрессивных слепастеров. Надеюсь, они действительно слепы. И это позволит у них из гнезда стащить вот такие вот штуки тайком. Так. Они немножко, получается, заподозрили, что я там нахожусь. Но это нам позволило, из-за того, что они передвинулись в то место, где им показалось, что они меня видят. Нам позволило это подойти с другой стороны их гнезда и собрать всякие разные штуки. Все, меня увидели. Сейчас, мне кажется, будут кранты. Мы попробуем все-таки убежать, но это у нас не выходит. Но зато мы выбрали, набрали новых конечностей и новых вещей. Существо убили в бою. Следите за здоровьем подопечного. И не забывайте вовремя лечить раны в гнезде. Ну что ж, в принципе, главное, что мы нашли новые фрагменты. Это была основная миссия, что называется, данного события. Нам это ни капли не волнует. Наступила, кстати говоря, ночь. И давайте-давайте сбегаем еще раз в то же самое место, где у нас все пошло не так гладко, как хотелось. Но зато мы там видели еще... О! Да, вот они, слепастры. Около слепастров мы видели еще кое-что. И поэтому нам самое время здесь собрать еще различных штуковин. Так, в принципе, со слепастрами мы особо связываться не будем. Обойдем сейчас по краешку все это дело для того, чтобы посмотреть. А может быть, что-то еще у них имеется интересного. Да, тут есть еще конечности, еще и всякие разные штуки. Аккуратненько попробуем это все дело пособирать. Все, уходим, уходим, уходим. Нам с вами воевать вообще нет смысла. Я до вас еще, может быть, доберусь, если будет такая необходимость. Пока мы собираем, что называется, набираем наших новых новых штук всяких. Можем, кстати говоря, нажать коллекции и посмотреть, что из конечностей мы уже успели набрать. Вот. Так, вы кто такие? Попрыгуны. Попрыгуны тоже агрессивные существа. Ну, у них в гнезде, правда, я вижу еще полезности. Попробуем так, тайком. Ай-яй-яй, все. По-моему, нас сейчас наваляют, но мы должны быстренько, быстренько. Так, 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 давай, давай, давай. Давай, а что ты не прыгаешь, Ле? Прыгай. Все, мы упрыгали, мы вскакали. За нами, кажется, нет никакой погони. Я, в всяком случае, на этом надеюсь. Так, вы кто такие? Ага, вы не агрессивные, это хорошо. Какие-то странные существа. Да, если нажать, можно увидеть, кто это. Увидеть его основные параметры. Также более подробно можно о существе узнать вот здесь. Познать, насколько хорошо он поет, танцует. Но это слишком развитое существо для меня. То есть, мне с ними пока не получится ладить никакого контакта положительного. Единственное, что мне везет, что они не агрессивны. Это единственное, что мне везет. Так, ладно, к этому гнезду мы не сможем нормально подобраться. И вот, смотрите, что такое сила полета. Сейчас мы пробуем все-таки. Вот как мы летим. Но только четыре раза можно, что называется, сделать толчок, прыжок. Так, мы немножечко нагличаем опять. Попробуем облететь все это дело. В воду глубоко забираться не стоит, потому что живут наши сородичи, которые ну не наши сородичи, а сородичи различных существ. Да, мы хотим уже кушать. Перекусим по дороге. Так. Давайте-ка. Ай-яй-яй. Сейчас нас кажется опять заклюют, запинают. И нас еще и отравили. Ну, все. К сожалению, наше существо опять погибло. но это не самое страшное. Самое... Нет, это не страшно, потому что мы занимались тем, что набирали всяких разных штук, всяких разных запчастей новых. И, в принципе, давайте еще немножечко пошастаем, пособираем запчасти. Вот. Поисследуем материк. И чем, кстати говоря, мы находимся... Да, у нас вот есть горбов вожак. И давайте попробуем с ними замириться. Вот. Потому что около них очень много полезных штук есть. Так. Мы с миром. Мы с миром. Не трогайте нас. Давай петь. Мы поем лучше него. И видите, у нас из этого сильнее наш ползунок двигается. И все. У нас теперь с ними уже нейтралитет. Как существа, они нам пока не интересны. Нам интересны конечности и запчасти, которые лежат именно около ихнего гнезда. Отлично. Мы собрали все, что необходимо. и можем двигаться дальше исследовать мир. Так. Впереди я вижу кое-что интересное. Так. Где-то здесь есть существа. Какие вы? Существа. Вы существа враждебные. Ладно. Мы их попробуем не трогать. Кстати говоря, да, в режиме здесь можно то есть карту спрятать, показать. Вот. Никаких дополнительных меток типа враждебное, невраждебное гнездо мы не можем. Нам приходится просто наводить мышкой и таким образом мы видим каково существо. Давайте немножко поближе попробуем подойти к гнезду, которое как-то странно расположено. Расположено на возвышенности. Нет, к сожалению, там ничего кажется интересного не будет, но попробовать можно, конечно. Вот благодаря тому, что мы умеем прыгать и называется летать. Мы все-таки сюда почти забрались. Да, мы забрались полностью сюда. Такая прекрасная полянка, прям такая ядовито-зеленая. Да, около гнезда их ничего интересного нет. Есть еще одно гнездо вот здесь каких-то других существ. К сожалению, тоже агрессивных. Да, и у этих агрессивных существ есть пара вещей, которые мне крайне интересны. Так, какие же вы... Да, мне прям даже показывает напрямую, что с ними я не смогу нормально существовать. Конечно говоря, не хочется мне, но кажется, наступило время войны. Здоровье у него... Давайте все-таки попробуем быстро взять то, что мне нужно и убраться. Да, на нас сейчас есть шанс, что вполне шанс, что на нас нападут. Да, на нас естественно нападут. но мы пользуемся тем, что мы умеем летать. Ай-яй-яй. Вот это просто было плохо. Не трогайте нас, пожалуйста. Мы вас трогали? Нет. Ну же, ну же, на последнем издыхании. Возьми, возьми, есть, взял. Все. Тут были существа не так враждебно настроены, но нам с ними не получилось не познакомиться ничего, потому что нам нужно было собрать конечности. И так какое-то количество конечностей мы набрали и, наверное, пришло время эволюционировать. Сейчас как раз та ситуация, что брачных игр никто не желает. И вот я сейчас спою песенку, если кто-то желает наконец-таки стать да, войти в контакт, вот мы пожалуй выбрали одно из таких существ. И у нас появилось так, уйди отсюда. Твое яйцо не нужно. Видят, кто бы просит поведутся, ты что-то пишешь. Так, откладываем и именно данное яйцо будет именно следующим в нашем поколении. У нас появилась куча лап, куча рук. Руки, конечно, интересны, но, кстати говоря, из интересных рук есть еще вот такие и вот. То есть, они немножечко более красиво выглядят. На самом деле, ничего они кроме красоты нам не дают. Вот. Так, какую бы нам выбрать? ну, допустим, вот это вот мне в принципе нравится. Такое вот да, сюда хорошо просто очень помещаются наши крылышки. Так, лапы. Дернемся к кистям. у нас появилось более продвинутое позирование, да, но нас это не сильно интересует, к сожалению, пока что. Поэтому я не буду брать более мощные кисти. Оставлю такие, но просто чтобы их подвихтую, чтобы они как-то соответствовали. Упс, что-то не то сделал, ну ладно. Так, где у них вектор направление-то направленность-то только вот так и все. Ну ладно. Почему-то не вижу я. Так, из лап у нас появились более продвинутые лапы с более продвинутой маскировкой. И вот это вот уже действительно интересно. Ахахах. Так, что-то нужно, чем-то нужно пожертвовать. Чем же мы пожертвуем? так, а кисти какие я взял? Да, они не были более дорогие, поэтому что же делать? Мне нужны более продвинутые ноги. Они дают нам... Ладно, остановимся пока просто на чуть-чуть более продвинутых ногах. У нас мало ДНК, потому что мы не занимались именно какими-то вещами. Ох, крылышки, крылышки порхахоньки. Ай-яй-яй, они немножко более хороший полет дают. Вот в чем дело. Угу-гу. Так, ну ладно, как бы не было это печально, мы пока останавливаемся. на том, что нам нужно больше ДНК. Давайте этим обязательно займемся. Так, развернем так, чтобы это было. Так, вот таким образом мы, в принципе, если вот эта вот штука мне нравится более, когда она здесь все-таки, а то она и эту штуку чуть под нее. Вот. Ладно, пока остановимся таким образом. Мы сильно много не развились, к сожалению. а это все из-за того, что нам нужно больше, больше ДНК. И теперь, пожалуй, пришла пора выбрать путь, да, каким образом мы будем это ДНК получать. итак, появилось новое существо, которое на самом деле практически сильно не изменилось, только и дизайн кистей получился какой-то и не более того. так, ну и теперь, пожалуй, пора найти здесь ты у нас кто? У нас вожак? Нет, ты не вожак, ты обычный. 15 здоровья, 15 здоровья, да, вожака, к сожалению, нет. А так бы просто можно было кого-то из них сделать. давай тогда хотя бы хоть какого-нибудь. Он нам продемонстрировал позирование. Нам нужно сделать, видите, сейчас сделал танец, и все пошло не так, хотя танцую я неплохо. Тем не менее, этого хватило. На самом деле, нужно стараться именно повторить то, что делает существо, иначе у вас с вами существо, что называется, не задружится. Вот, и наконец-таки у нас стаи пополнения поприветствуем многих прибывших. Охота, пение, танцы, существа и будут все за вами повторять. И, говоря о повторении, вспомним наш вызов подмоги. Это нам призовет более младших существ. И давайте, наверное, для начала мы сделаем то, что мы существо, просто начнем захватим хвост ли. Мы сначала покушаем и наш соратник побежал тоже кушать для того, чтобы пополнить свое здоровье. То есть, нам нужно обязательно подождать, чтобы он поднялся повыше. Так, хвост ли? Ложака, к сожалению, нет. Ладно. Будем близлежащие племена, да, что называется. Стараться, что называется, немножечко, потихонечку, подзахватить. это нужно для того, чтобы мы спокойно могли, то есть, я сейчас сражаюсь именно с вожаками, стараюсь, потому что мне нужно именно получить от них, кроме ДНК, да, я еще хочу собрать части тела. Зыркоглазы. Зыркоглазы как раз вот, где-то у нас был зыркоглаз вожак. Где, где, я только что тебя видел. Зыркоглаз вожак, мы тебя вызываем на боль, на боль, на боль, и на боль тоже. Так, слишком близко мы подошли, поэтому у нас не получается удар с разбега, а теперь, пожалуйста, все, наглушили и уничтожили. То есть, я не просто сразу же уничтожаю всех поголовных, хотя могу это сделать сейчас, да, я стараюсь именно уничтожать именно вожаков, что даст нам именно бонусы. уничтожили. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!